Джесси Пейн-Люис. Борьба с властями тьмы и тайна победы над ними. Какие намерения имеет она с Бог в смысле победы над властями тьмы? Вглядимся в дело Христа на Голгофе и вникнем в его победу. На Голгофском кресте принес себя самого в жертву Богу. Там он отнял силы у начальств и властей тьмы, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2.15 Тот, кто погребен со Христом в его смерти, уже освобожден им от власти тьмы и верою посажен на небесах, где царит сам Бог и где Господь Иисус Христос сидит одесную Отца. Через победу на Голгофе вы находитесь гораздо выше царства тьмы, так что вам не надо уже ходить по тьме, во тьме, вам не надо принимать образ его мысли и суждение его властолюбия, заблуждений и развращенности. Для того, чтобы сделать новый шаг вперед, воспользоваться победой Христа в своей практической жизни, вам снова нужна вера. Как вы верою приняли спасение, так же верою вам надо принять победу над властями тьмы. 1 Иоанна 5.4 И сияясь победа, победившая мир, вера ваша. 2 Коринфянам 3.18 Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Примите верою все совершенство, которое Бог вам предоставляет. «Поверьте, что вы выведены из царства тьмы, и что связи мира сего не имеют для вас уже никакого значения, никакого права на нас, потому что Бог воскресил вас и посадил на небесах во Христе Иисусе». И если в прошлой жизни вашей вы не испытывали этого освобождения от власти тьмы, тем не менее такова мысль Божья о вас. Вы не должны ничего уменьшать или вычеркивать из того, что Бог держит для вас в своем плане. Но напротив, держите взгляд ваш направленным к той цели, которую предлагает Бог, и просите Господа подвести вас к этой цели. Вы выведены, вы вне царства тьмы. Таков совершившийся факт. Согласитесь ли вы соединить вашу волю с волей Божией? Разве вы откажетесь быть перенесенными и царствовать в царство возлюбленного Сына Божия? Быть воскрешенными и посаженными с Ним в небесных пристранствах? Рассмотрим теперь практические результаты такого победоносного положения во Христе. Прежде всего будем бодрствовать, чтобы сохранить чистоту и простоту веры во Христе Иисусе по Слову Божию. Боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2 Коринфянам 1.3 Страх апостола Павла не был воображаемым страхом, и тревога его о Коринфянах не была напрасной тревогой. Когда он сказал «Боюсь». «Надеюсь, что вы также сознаете ту опасность, что верующий может вполне быть обольщен. Я бы была невинная, и все же ее обольстили». Знание этого факта делает апостола Павла озабоченным в отношении к Коринфянам. «Поэтому мы и будем бодрствовать, продвигаясь вперед в простоте веры и чистоте сердца, так, как и подобает тем, кто посажен на небесах и воскрешен со Христом. Также необходимо прощать обиды, чтобы стана не получила в нашей жизни какой-либо перевес, чтобы не сделала вам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». 2 Коринфянам 2.11 Апостол Павел всегда находился на страже. Как он заботился о том, чтобы не давать место сатане ни в мыслях, ни в словах, ни в своих действиях. 1 Тимофею 3.6 «Неновообращенный, чтобы возгордившись, не подпал под суд дьявола». В Ефесянах 4.27 Мы снова читаем «Не давайте место дьяволу». Все эти места должны служить для нас, детей Божьих, предупреждением «берегитесь», ибо сатана облекается в разные виды. Апостол Петр говорит «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердую верою». 1 Петра 5.8.9 Можете ли вы быть уверены, что составляете исключение между людьми, и что сатана не будет пытаться поглотить вас? Конечно, вы скажете «нет». Тогда увещевание апостола Петра относится и к вам. Будьте трезвы, стойте ежеминутно на страже. Будьте бдительны, потому что противник ходит вокруг вас, как рыкающий лев. Он оглушает, пугает, он рычит, пробуждая плоть и кровь. Как дух он должен найти себе какое-то создание для осуществления своих планов. Когда он рычит, то это всегда происходит посредством какого-нибудь человеческого голоса. Дети Божьи никогда не должны действовать поспешно под давлением окружающих их среды или принимать какое-то решение во время распри, когда раздаются крики и шум. Они должны выждать, оставаясь в покое. Рычание противника имеет цель вывести нас из равновесия и спокойствия, которые так необходимы для ясного понимания воли Божьей и привести к неправильному решению, ибо цель врага – вызвать на дуэль. Научитесь всегда распознавать противника позади творения. Когда возникает расприя, будьте победителями во Христе с открытыми глазами, чтобы видеть и понимать наверение врага. Прочтите Третье Царство 13.1.32 Увы, рыкающий лев может спрятаться за самым великим святым, несмотря на то, что человек при этом не знает, что является орудием в руках сатаны. Тем не менее, в действительности это так. Враг иногда пользуется самыми лучшими детьми Божьими, пользуясь их невидением, потому что их глаза закрыты, и они не видят силу и хитрость врага. Сатана действует всегда на плоть человека. Например, к вам подходит ваш друг, представляет вам свой взгляд на какой-то определенный предмет и рисует вам ужасную картину. Если вы не сумеете распознать за этой плотью рыкащего льва, вы поддадитесь страху и начнете себя испытывать, в Боге ли вы. Вас охватит смущение, и вы потеряете радость присутствия Божия. Тогда сатана радуется, что достиг своей цели. Потому верующим необходимо быть просвещенными насчет сатаны и его козни. Необходимо провозглашать положительную победу, которую вы имеете во Христе. Какой бы силы не достигли атаки и подделки врага. Но князь, господствующий в воздухе, приходит иногда детям Божьим, облеченным в одежды ангела света. 2 Коринфянам 11.14. Как лев он хочет поглотить, а как ангел света он хочет ввести в заблуждение. Сатана – великий обманщик. Если он является вам облеченный во свет, естество Божие, ваше телесное зрение не может вам быть помощью. Когда сатана рычит, посредством голосов человеческих ваш слух не поможет вам распознать врага. Если, например, верующий имеет какое-нибудь видение или откровение, то обычно он говорит «это был свет, поэтому оно должно быть от Бога». Но князь тьмы без труда может облиться во свет и выступить, как ангел Божий. Поэтому, чтобы успешно распознать козни врага, вы должны иметь и другое средство, кроме физического зрения, а именно видение и разумение духовное. Во всяком случае, Бог даровал нам верное свидетельство распознать работника по его плодам. Затем мы имеем познание основных принципов, которые проводят глубокую линию, отделяющую Бога, которая и сама истина, а сатаны, который есть отец и лжи. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился», – говорит апостол Павел. Сатана делает это и с позволения Господа. Это место показывает нам, как противник атакует одного из наиболее светлых и лучших работников Божих. Павел прибегает к молитвы. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Бог не избавил Павла, но дал ему силу прославлять своего спасителя в немощах. В Луки 22.31 сатана показан, как сеющий детей Божих. Как лев он атакует их, как ангел света он их обольщает, он удручает детей Божих и желает рассеять их, как пшеницу. Но как бы силен и проворен не был этот враг душ человеческих, во Христе мы имеем непреодолимое убежище. И апостол Яков показывает нам это победоносное положение, говоря «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иначе говоря, примите все, что идет от Бога, скажите «да» на все, что он посылает, и откажитесь, говоря «нет» всему, что идет от врага, и сатана убежит от вас. Будучи соединены с Господом, мы, Духом, пребываем на престоле превыше власти и на часть тьмы. Хранить это победоносное положение при помощи Святого Духа, каковы бы ни были атаки и козни врага, приближается ли он к вам, как лев рыкающий, или приходит в небесном сиянии. Утверждайте ваше положение во Христе и откажитесь от всего, что идет от противника. Ваша внутренняя духовная жизнь соединена со Христом в Боге, но сатана всеми силами пытается уничтожить спасенного человека с его искупителем, чтобы заставить его жить по обычаям мира сего. Исходя из этого пункта вашего соединения со Христом в Духе, разве не можете вы теперь быть защищены от атак сатаны на ваше тело и разум? Не должны ли прекратиться отныне часы угнетения и скорби? А ваше соображение, не должно ли оно стать свободным от обмана врага, чтобы не быть более его орудием? Наконец, ваше тело с его нервами и мускулами перестанет ли оно быть полем деятельности для атак смерти, то есть болезни от врага, которая так подавляет и удручает вас и тормозит вашу деятельность? Враг хорошо знает, почему он так атакует детей Божих. Но и мы осведомлены по личному опыту о том, что если верующий понимает и поддержит свое истинное положение во Христе, если он своей волей пребывает в положении покорности всему, что исходит от Бога, и противится всему, что исходит от врага, эти атаки прекратятся. Когда на вас надвигается буря, смотрите вверх, направляйте вашу ладью к Богу, не уступайте врагу ни на шаг, противостойте ему, и он убежит. Под какими бы видом не скрывался стана, атакующий вас, сохраняйте ваше победоносное положение во Христе, отказываясь от всех внушений врага. Но, может быть, стана нам явится облеченным в свет, и вы примите то, что он вам наговорил. Увы, если бы вы сказали «да», то с этого момента вы открыли дверь врагу. По этой причине дети Божии непременно должны быть просвещены насчет козни станы. Если Господь является для вас живой действительностью, то вы сможете вынести весь свет, открываемый вам относительно врага, который неотступно стремится привести вас к падению. Но как вам противостать противнику, если вы не уверены, действительно ли это он атакует вас? Скажу вам. Как во всяком деле нужен навык, так и здесь. Если вы не знаете, кто овладевает вашим воображением, разумом, наполняет их картинами или мыслями, произведящими в вас ужас, отвращение или какое другое враждебное чувство, то спешите скорее к свету. Враг не может вынести свет и убежит. Вы почувствуете себя свободными от его преследований. Господь, проливая свет на характер и намерение властей тьмы, делает нас способными распознать их действия. Господь говорит, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. Матфея 12, 43-45. Из этого места ясно видно, что для духов зла тело человеческое служит домом, где они находятся в покое. Это место священного Писания проливает яркий свет на их внутреннее состояние и на цель ими преследуемую. Они нуждаются в покое. Вне тела человеческого этот мир для них является пустыней. Поэтому посланники страны выслеживают добычу с тем, чтобы войти в человека и овладеть им. Когда им это удается, они как бы пытаются самой жизнью человека, питаются самой жизнью человека, соками его дыши, съедая в нем все доброе, всякую благость и любовь. Примером тому могут послужить жестокие поступки и действия людей, наблюдаемые на протяжении всей истории человечества, которые совершались под прикрытием религии. Этими же причинами объясняются известные сверхъестественные опыты, которые уничтожают в получивших их людях всякую доброту и всякие естественные чувства, как, впрочем, и все, что исходит от сатаны, ослепляет и ожесточает человека. Нам необходимо громко говорить о всех этих сверхъестественных явлениях, потому что они оказывают парализующие действия на духовных верующих. Мы должны открыто разоблачить все то, что исходит от сатаны. Расприя, разделение, разногласия могут быть плодом плотской жизни. Если вы встречаете недостаток доброты и любви между детьми Божьими, вполне отданными Господу, знайте, что это не может происходить от плоти. Здесь скрывается сатана. Враг – дело Божьего, который уничтожает братскую любовь между теми, кто стоит в одном духе с Господом и друг с другом. Когда вы замечаете, что сверхъестественные опыты ожесточают и делают нечувствительными получившего их, не бойтесь задавать себе вопрос, кто источник этих явлений и опытов. Не враг ли? Помните, все, что исходит от Бога, смягчает сердце и делает людей лучшими. А что производит враг? Обратите внимание на металлический звук голоса у некоторых. В какое рабство приведен говорящий? Он холоден, нерассудителен, не имеет силы, потому что там пришел враг и одержал победу. Все, что исходит свыше от Святого Духа, освобождает, оживляет, умножает любовь и нежность, утончает совесть и увеличивает силу распознания добра и зла. Многие христиане так и не видят, так и не входят в полноту свободы детей Божьих. Внутренне они соединяются с Духом Святым, но Он, Дух Святой, если можно так выразиться, не проявляется наружу, не изливается на окружающих. Они получают полноту Духа, но теряют его силу вследствие атак врага на их разум, либо их деятельность бывает остановлена болезнью. Разве могут быть они свободны от сил врага, если они ничего не знают об этом? Для того, чтобы освободиться от него, им прежде всего необходимо увидеть и признать действия страны в своей жизни. Но кто-либо возразит, если я доверяюсь Богу, как враг может таковать мое тело и мой разум? Мы должны знать, что все обетования Божьи имеют свои условия. Если вы доверяетесь Богу, не соблюдая этих условий, вы неминуемо даете сатане возможность или повод вмешаться в вашу жизнь. Такое доверие тщетно и не принесет вам ничего, кроме вреда. Постараемся честно выполнить все условия, которые открывают Богу, возможности действовать. В противном случае мы можем быть жестоко обмануты. Этим объясняется, почему в известных случаях, несмотря на наше полное доверие Богу, мы были введены в заблуждение, делая ошибки. Такие случаи смущают логические умы. А между тем это объясняется просто. Дети Божьи не отыскивают тщательную почву. Бог не может безопасно хранить их. Они не стремятся удалить в свои жизни то, что отделяет их от Бога. Бог не хранит нас без нашего на то содействия. Бог не хранит нас, когда мы даем место дьяволу и выполняем условия, дающие ему право атаковать наши тела и души. Мы должны всячески содействовать в этом Богу и вместе с Ним бороться за свою независимость. Бодрствуйте и молитесь, чтобы Бог вам дал духа развлечения и познания, чтобы вам вовремя усматривать атаки врага и, отражая их своей молитвой и разумными действиями, содействовать Богу в охране вас от атак сатаны. «Рожденный от Бога не грешит, он хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» 1 Иоанна 5,18. Чадо Божие постоянно бодрствует, и когда обнаруживаются атаки врага, оно противостоит его нападкам, не уступая дьяволу никакой почвы, где бы он мог восторжествовать. Например, гордый дух человека отказывается забывать обиды. Но когда Дитя Божие исполняет заповедь о любви, Бог открывает ему свое покровительство и благоволение, изливая силу Духу Святого, который гарантирует ему победу и свободу. Мы, как существа духовные, рождены от Духа, представляем собой объект непрестанных атак властей тьмы, которые всегда готовы использовать любую вашу слабость или недочет. Когда верующие убеждаются в реальность существования этой силы и зла, они бывают очень удивлены, открывая их действия в мелочах своей повседневной жизни, о чем он даже не подозревал прежде. Они с удивлением обнаруживают, что только 1% случаев можно отнести к причинам естественным, а 99% случавшегося в жизни принадлежит к причинам сверхъестественным, то есть исходит от врага. Возьмем к примеру усталость, которая вдруг овладела нами. Вы идете отдыхать, но вставши чувствуете еще большее недомогание. Вы говорите в таком случае, я не знал, что так сильно нуждаюсь в отдыхе, такая усталость. Старайтесь не поддаваться этому впечатлению усталости. Вы действительно были усталыми, но верно, но это верно, но вы слишком уступили усталости и позволили ей охватить все ваше существо. Из борющегося вы сделались пассивным, и вот результат. Противник выиграл у вас день. Он воспрепятствовал вашей работе и достиг своей цели. Он в один миг поставил вас вне битвы, потому что боялся и всегда боится вашего присутствия или участия в каком-нибудь важном духовном деле. Когда вы начинаете распознавать козни врага, его планы и ухищрения, вы быстро заметите, что враг старается пролезть всюду, где только можно, и вы станете бдительными и подозрительными по отношению к врагу. Вместо того, чтобы ему поддаться при первом внушении, вы отразите его и будете постоянно стоять на страже. Вместо того, чтобы уступить врагу и дать ему оружие против себя, вы при первом же внушении скажете так. Я не знаю точно, что именно враг имеет в виду, но я ему противостою и отказываюсь уступить почву. Нужно бодрствовать, постоянно прося Господа проливать свой свет на ваш путь и на козни врага, отбрасывая от себя все предметы, мысли, которым вы раньше так легко поддавались. Тогда вы будете переходить от победы к победе, и дивная радость переполнит вас по мере возрастания этой победы над всем тем, что касается вашего духа, души и тела. Спокойные во Христе вы сможете тогда давать отказ духам зла на всякое место в вашем разуме и теле. Вы должны взять назад то, что могли прежде уступить по невидению или заблуждению, и передать все на охрану Господу Иисусу. Тогда память ваша восстановится, все духовные и физические способности тоже обновятся и удваиваются для служения Господу. Я надеюсь, что свет, проливаемый по этому вопросу и открывающий, как противник держит разум и тело детей Божьих скованными, приведет к освобождению этих пленников и послужит к созиданию тела Христова. Поддерживайте и сохраняйте ваше победоносное положение во Христе. Берите верую победу над властями тьмы, и тогда на вас и зальется такая сила, что вы постоянно будете идти путем победы и сможете противостать всем атакам дьявола на ваше тело и разум. Помните, что враг снова и снова будет атаковать ваш дух и вызывать вас на брань, по которой говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 6.12. Наша брань не против плоти и крови. Если какая-нибудь печаль или скорбь тяжело ложится на ваш дух, он теряет свою силу, радость. В этом случае вы должны противостоять врагу, в тот час свергнуть это бремя и освободить свой дух, а затем молиться, чтобы определить, откуда был направлен удар. Старайтесь в тот час освободиться и бремя принести Господу. Если ваш дух торжествует, все будет легко, но если он поддался врагу, все сделается темным. Всякая работа станет трудной, настроением мрачным, вы будете иметь бесчисленные неприятности и, возможно, подобно Илии будете просить у Бога смерти. Вам будет казаться, что вы умираете, что вы уже не владеете победой и что вы потеряли власть над силами врага. Это состояние не только серьезно, но и опасно. Дух Святой есть великая побеждающая сила, но он может проявить себя, свою силу только в свободном духе. Бремя на духе расслабляет его. Он не может нормально выполнить свои функции и не может быть преемником силы Божьей для победы над врагом. Сатана это знает, поэтому когда все другие его не имеют успеха, он нападает на дух. Борьба начинается. Ты побежден, говорит враг. Нет, я пребываю во Христе, говорите вы. Битва может продолжаться долго, но если вы поддерживаете ваше победоносное положение во Христе, враг не может выбить вас из позиции победы. Сатана убежит, потому что Дух Святой, работающий с вашей волей, прогонит его, и враг будет поражен. Но если вы позволите врагу затмить ваше небо туманными тучами, ваш дух отяжелеет, и духи зла поведут вас на путь, лежащий вне воли Божьей. Ваш дух может сохранить господство. Мгновенный удар в духовной жизни, которому дети Божьи призваны, это молитва. Это молитва-борьба. Враг будет всю жизнь преследовать победителей, властно противостоящих всей силе вражий. Но не страшитесь. Соединенные в духе со Христом, боритесь, ходатайствуя с ним за его церковь. Господь некогда в одни своей земной жизни говорил своим ученикам, просите господина жатвы выслать делателей на жатву. Просите господина выслать работников, молитвенников, которые могли бы приготовить для него жатву. Просите, чтобы еще многие дети Божьи приняли участие в этой великой борьбе, ходатайствуя за церковь Христа на земле. Да благословит Господь освободить и приготовить для этого дела многих детей своих, которые подвязались бы в молитве за всю церковь, за весь мир, борясь духом против сил тьмы.